Это отражение и наша последняя на сегодня тема. Правительство предложило создать реестр должников по алиментам, в котором будут содержаться сведения о неплательщиках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. В 2022 году в территориальных органах ФСПП на принудительном исполнении находилось больше полутора миллионов исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу детей взыскано около 48 миллиардов рублей. Остаток неоконченных исполнительных производств по состоянию на 1 января 2023 составил 771 тысячу. Собственно, как же изменит ситуацию вот этот реестр должников? Давайте обсудим с адвокатом, экспертом по бракоразводным процессам и семейному праву Екатериной Духаниной. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Духина. Духина, да. Прошу прощения. По поводу вот этого реестра. Очень много сейчас полемики в интернете. Надо было, не надо. Потому что, вам не кажется, что этот реестр, он потихоньку заползает в очень личное пространство человека. И, соответственно, делает доступной информацию о нем довольно широкому кругу. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что есть огромное количество женщин, которые ждут этих денег в любом случае. Дети не должны страдать по-любому. Но, с другой стороны, такая скользкая почва. Или нет? Вам кажется, что здесь все вполне себе законно? Ну, здесь вопрос, как в законе затем будет отражена возможность и кого доступа к этому реестру. Насколько он будет открытым. Каждый ли человек сможет зайти на сайт УФССП и получить информацию о должнике алиментов, который уже привлечен к административной или к уголовной ответственности. Ну, конечно, с одной стороны, это, безусловно, достаточно эффективный способ в помощи мамам или папам, оставшимся без поддержки другого родителя и воспитывающих детей. Но, как вы правильно отметили, с другой стороны, у нас никто не отменял законодательство, касающееся охраны личной тайны и сведений в отношении личной жизни человека. Поэтому здесь очень действительно нужно будет, чтобы законодатели предусмотрели в законопроекте или в законе, который пройдет уже при чтении, определенные механизмы, которые будут, с одной стороны, способствовать сбору денежных средств на поддержание детей, а с другой, не ущемлять отцов или матерей в правах таким существенным образом. Потому что страх наказания – это не единственный страх оказаться в реестре, что может побудить человека вовремя платить алименты. Это, безусловно, и какая-то профилактическая работа, которая должна проводиться со стороны органов, со стороны государства, повышая значимость вопросов, связанных с поддержкой семьи и, в целом, значимость поддержки детей обоими родителями. Вот здесь Минюсти, вот смотрите, что говорит, принятие законопроекта будет способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей и, как следствие, эффективному и качественному исполнению судебных актов. Раньше, оказывается, не было такого понятия, как злостный неплательщик. Сейчас оно появилось. Это, оказывается, тот, кто привлечен к административной и уголовной ответственности. И вот еще немножко информации по уголовным делам. Каждый год число дел о невыплате алиментов увеличивается примерно на 3%. И в районных судах это практически одно из самых популярных направлений. И, соответственно, вот это взыскание алиментов, одна из самых серьезных нагрузок на приставов. И, соответственно, вот в чем хочется разобраться. А кто? Будет реестр, смотрите, да? И кто, кроме приставов, тогда будет осуществлять функцию по исполнению таких решений. Это останется точно так же прерогативой тех же самых приставов. Вопрос здесь другого, что в законопроекте присутствует еще возможность для того же судебного пристава оспаривать сделки, которые были осуществлены должником, который считается взрослым, даже до момента принятия решения по его делу. То есть до момента привлечения его к ответственности. Если, например, пристав может получить доказательство того, что должником была продана квартира, но он в этой квартире продолжает проживать, а квартира, это, по сути, была очуждена в пользу аффилированного лица. Здесь такого рода законопроект, он начинает пересекаться у нас с законодательством о банкротстве, когда у нас конкурсный управляющий может в течение трех лет попытаться оспорить те сделки, которые были совершены человеком, который привлечен в качестве банкрота в производство в рамках арбитражного дела. Смотрите, какая интересная вещь. Сегодня, чтобы стать административно ответственным должником, нужно не платить алименты больше двух месяцев. И тогда у нас наступает административная ответственность. Злостный алиментщик или злостный неплатитель алимента, это определение уже есть в законе, потому что именно в таком случае человек может быть привлечен к уголовной ответственности. Потому что это означает, что он уже был привлечен к административной и продолжает недобросовестным и злостным образом не исполнять свои обязанности. Поэтому здесь, конечно, у меня большой вопрос, вот если исключить возможность пристава оспаривать сделки, что именно дополнительного для системы исполнения решений судов этот законопроект принесет. У нас, если, например, сегодня достаточно открытая информация, если мы вбиваем, если у нас есть, например, введение о имени, фамилии, самоотчестве, неважно какого человека, есть номер его паспорта, то мы сегодня, вбив эти все данные на сайте УФССП, можем получить количество исполнительных производств, которые в отношении него возбуждены. То есть, в принципе, этот реестр уже есть. Ах, вот как. Просто, например, некоторые депутаты говорят, если реестр будет открытым, это станет прекрасным шансом для работодателя, банка, продавца или покупателя понять, с кем он имеет дело. И вот также, опять-таки, глава Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей говорит, если человек не выполняет обязательства перед собственным ребенком, его аппетиты надо немножко ограничить. Смотрите, сегодня, например, когда к нам в бюро обращается клиент, который хочет, неважно, продать или купить квартиру, мы проверяем контрагента. И когда мы проверяем контрагента, мы в том числе проверяем сведения, которые в отношении этого контрагента присутствуют на этом самом сайте, который уже работает. То есть, если мы находим исполнительное производство, мы находим по базе судов, а это открытая информация, у нас доступ к судебной системе, у нас совершенно, в отличие от многих других стран в мире, у нас он открыт, и ты можешь в отношении любого дела, как прийти, послушать, также получить информацию в электронном реестре. Поэтому уже сейчас, когда мы даем рекомендацию клиенту, такой вот отчет, да, можно ли с этим человеком иметь дело, является ли он добросовестным участником гражданского оборота, мы всю эту информацию уже собираем, она есть в открытом доступе. То есть банки, на самом деле, делают то же самое. Они даже еще глубже, наверное, копают в сторону людей, которые пытаются получить кредит. Поэтому сегодня, ну то есть еще раз, помимо вот возможности судебного пристава исполнителя оспаривать сделки, я не вижу, я не вижу, что именно изменит этот электронный реестр. Екатерина, у нас дозвонилась Нина из Ставрополя, давайте ее послушаем. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Значит, у меня к вам такой вопрос. Город Ставрополь беспокоит. Неоднократно, я прабабушка ребенка, прабабушка, мне уже за 80 лет, я сама ходила к приставам, я требовала, я просила, меня принимали, но сдвигов никаких нет. Абсолютно. Вот мальчику 14 лет, ничего не получаем алименты внучкой. Абсолютно. И никакого невнимания, ничего, я не знаю, не только я одна такая, там столько таких у приставов. Помогите чем-нибудь разобраться. Мы промышленный район, промышленный. Спасибо большое. Здесь вопрос, застоялось ли решение суда о взыскании алиментов либо в процентах от дохода должника, либо в фиксированной денежной сумме. Если оно состоялось, пристав обязан возбудить исполнительное производство. Нина, у вас был суд? Да. Суд был или нет? Нина, вы нас слышите? Во время развода присудили и ходили. Я сама с ним, с должником общалась, просила. Говорю, да что ж ты делаешь? То есть суд был? Ну, по-русски я говорю, Нина, в фиксированной денежной сумме или в процентах от дохода. Вот, к сожалению, мы не можем уже этого сказать. Вот, допустим, было судебное решение о том, чтобы действительно алиментчик начал выплаты. Ничего не происходит. Вот если, допустим, в течение 30 секунд, у нас не так много времени до конца, Екатерина, прошу прощения, что можем посоветовать Нине? Здесь, безусловно, перейти в письменное общение с аппаратом судебных пиццов. Потому что, если просто приходить и скандалить, писать, конечно, претензии. Писать письма о том, что они должны исполнять все обязанности, которые возложены на них государственным органам, где они работают. Я надеюсь, что Нина прислушается к нашему совету, хотя это такая неблагодарная история. Екатерине, спасибо огромное. Екатерина Духина, адвокат, эксперт по бракоразводным процессам и семейному праву, была с нами на прямой связи. Мы с вами говорили, конечно, о вот этом интересном моменте, реестре алименщиков. Как это все заработает, и, собственно, действительно, что изменится, скоро увидим. Но, тем не менее, по крайней мере, может быть, это все-таки, как пишут наши зрители, чуть-чуть приструнит желающих пожить в свое удовольствие и не помогать своему родному малышу. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Мы с вами скоро увидимся, и вам хорошего дня.